Так, на связи Чандер-Вампир. Давай-ка мы эту барышню, я думаю... Ага. Сразу кислоту она меня жахнула. Причем не слабо, так хочу сказать. Давай-ка мы устойчивость снова. А ну стоять! Устойчивость у нее. Ага, пусть. Начали за упокой. Может потом за здравие перейдем. Поглядим. То, что она воняет, конечно, это ужасно. Не мылась, видимо, давно. Повсюду антисанитария, неудивительно. Все, это порядок. Попробуем. Есть. Попробуем вот так. Кто-нибудь на помощь. Опять-таки этот кто-нибудь на помощь, который нам... Нам очень сильно мешает. Он настолько сильно нам мешает, что... Ну, прям аж плохо от этого, если честно, становится. Потому что, ну, грустно. Ты не можешь... Спокойно... Поспать. Прокачаться. Вот, появляется вот эта козлина. Вот сейчас, по-моему, я по нему попаду. В принципе, противник изейший. Нифига себе, изейший. Понимаешь, я по нему 1200 втащил. Жесть! Сколько у него хп! Сколько же у него здоровья-то! То, что... Вот тут орет кто-то. Видимо, да. Что здесь у тебя? Тебя вот этот вампир смущал? Ну, сейчас просто через щиты пробили. Там дважды нам не повезло. Мы попадали в щит. Ну, нисколько не повезло, сколько... Как-то неожиданно, да, был момент с этим щитом. Неприятный. Ересь чистой крови. Чистая кровь. Всем известно это выражение. Если произнести... Если... Его произносили грязные рты еритиков и чужеземных варваров. Иногда мы сами его используем. Но понимаем ли, что оно означает? Вампир, появившийся на свет из живота бессмертного. Отвратительная идея. Как таковому существу найти свое место среди живых? Какой может быть его цель, джентльмена? Наша цель ясна. Аскалон должен защищать империю и всех ее жителей. Мы защитники и пастыри. Даже если иногда нам приходится жертвовать одной из овец ради собственного пропитания. Того, кто поддался желанию произвести на свет бессмертного ребенка, следует уничтожить. Закон Аскалона. Лорд Редгрейв. Основатель клуба. То есть, именно... Я понял. Я понял. Поэтому она не может сделать ее бессмертной. Она родила, но бессмертной ее сделать не может. Здравствуйте. Я доктор Джонатар Рид. Чем вам помочь, сэр? Я думаю, все в порядке. Что случилось с моим похитителем? Будьте осторожны. Будьте осторожны. Он коварен и силен. Он вас больше не побеспокоит, что здесь произошло. Я Тадао Кимура. Этот псих держал меня в запертии уже несколько дней. Я уж думал, что умру. Смерть вам больше не грозит, мистер Кимура. Если поспешите, успеете добраться до дома невредимым. Похоже, я обязан вам жизнью. Примите мою благодарность, доктор Рид. За ними меня лучше. Ничем не болеет. Хорошо. До свидания, мистер Кимура. Берегите себя. Так, я все тут облутал? Все ли обыскал? Нет, не все. Значит, нужно сделать так, чтобы было все. За-за. За-за. Я уже видел эти за-за-за-за. За-за-за-за. Так, хорошо. Раз уж мы здесь. Давай тогда еще поисследуем чутка. Хотя, на деле, конечно... Ну, вот куда нам лезть-то? На 26 уровне. Ребят, я если подкачаюсь, а я могу подкачаться, я тогда, соответственно... Все будет хорошо. Так, сюда можно. Там наверх можно будет еще. Пресная вода. Если ее не освещали, то я найду и применение. Вот, ребят, нашли водичку для цветка. Прекрасно. Я думаю, что это отличное время для того, чтобы воротиться в больницу. И, как вы понимаете, полить цветок. Плюс... Что у нас еще будет? Плюс мы поговорим с доктором. А, можно здесь по верхам пройтись просто. Я понял, чтобы миновать противника. Но наша задача сейчас какая? Из вест-энда спуститься вот сюда. И открыть здесь дверь. Видимо, так. Попробуем. Снова. Вот этот паренек, которого мы убивали уже... Я не знаю, какое количество раз. Бесчисленное множество. Надо еще увеличивать выносливость. Жаль, нету параметра восстановления выносливости. Вроде бы можно увеличить ее восстановление при помощи... Фляжек, но такое. Хотелось бы... На постоянке это иметь, как вы понимаете. Так, здесь я дверь точно не открыл? По-моему, нет. Хотя не факт. Сейчас узнаем. Привет, ребята, кто подсоединяется. Добро пожаловать. Как дела? Рассказывайте. Мы тут водичку нашли. Глупо сказал он. Сердце британского общества ампиров. Я ожидал чего-то менее броского. Ага, это она. Это же эта, та самая дура. Ну, которая за права. Пытается уравнять права женщин и мужчин, чтобы у женщин было так же мало прав. Ну, почти полное их отсутствие, как и у мужчин. Давайте-ка я с вами побеседую несколько попозже, дорогие мои. Договорились? Потому что вы мне все не нравитесь. Ну, я понял, где вас искать. Вот это я возьму. Листовка с предупреждением. В эстенции объединяйтесь. Не дайте себя обмануть. Не дайте контролировать вас. Они среди нас. Они мечтают сожрать вашу душу. Вампиры существуют. Защищайте свой квартал. Это публичное заявление финансируется и распространяется мистером Кроссли. Чтобы узнать больше, обратитесь к нему лично. И посетите его следующую открытую лекцию. К Кроссли. Что я еще нашел? Что-то же еще нашел. Ну, вроде что-то поднимаю, но, видимо, то же самое. Видимо, то же самое. Понял. Так, здесь ничего. Ну, вот видишь, блестит табличка. У меня сложилось такое ощущение, что... А, лут что ли? Нет, это не лут. Это просто блестит табличка. Очень похоже. Но это не то. Выходим. Наконец-то отпернули эту дверь. Ура! Ну что, погнали в больницу. О, это они дерутся против Вэмпайра. Ну, Вэмпайр уже, между прочим. Вы знаете, какого уровня? 23-й. А они 19-е. Вэмпайрах, скорее всего, всех поубивает икон. Мы просто этого дождемся. Дождемся завершения этой бойни. А они ему какое-то количество урона нанесли, но такое. Хотя они стараются, безусловно. Даже пол-хп сняли, смотри. Мы это закончим быстро. Ему конец. Вот это вот уже опасно. Здесь как раз юдишки опасные, видишь? Здесь их нужно в первую очередь. Тот здоровяк, конечно, силен. Но недостаточно. Пусть. Хотя в ближнем бою он, как ты видишь, выигрывает сильно. Ну, потому что у того недостаток именно в ближнем бою. Хотя вот пока держит дистанцию, все ок. Но в ближнем бою даже 18-й уровень. Вон, 23-й на пенал. Потому что тот отвечает за ближний бой. А этот за дальний. Так, а нам нужно в ту сторону. А, не важно. Стоять. Разница, да, казалось бы. Он, ну, не намного меньше уровня. Да, 23-й, там 26-й. Намного сильнее бьет. То есть, если я повышусь, то буду прям сильный. Хотя бы до 20-го. Так, давай поторгуем, действительно. Но есть часть хорошей рукоятки. Одна раз. Этого мало все равно. Но я лучше куплю. Лучше куплю, сразу разовьюсь. Изобей. Если на будущее тоже нужно будет. Ничего страшного мы найдем. Имейте ввиду. Даже если мы потом их насобираем просто так. Это тоже ничего страшного. Давай, кстати, поговорим. С доктором. Здравствуйте, Джонатан. Уже вернулись. Как ситуация в городе? Мягко сказать напряженная. И я уверен, что перед вашей решимостью упадут все преграды. Чем я могу вам помочь? Вы слышали что-нибудь о лорде Реддрэг? О, это легендарный основатель клуба Аскалон. Боюсь, больше я ничего не могу сказать. То есть, вы его знаете? Все, что известно о нем братство, держится в строжащем секрете. Он слишком уж близок к королевской семье и правящим кругам. Вы его боитесь? Он настолько опасен? Нет, но... Многие древние вампиры погибли или бежали из страны во время Великой Охоты 1850-го. Поэтому он, возможно, старейший вампир Британии. Воплощенная легенда, да сказать. Расскажите мне о первой Великой Охоте. Это печальная история, друг мой. Настоль... Настоящая трагедия. Братство предал один из... ...самых верных его членов. Трагедия? Стражи Привина не только выследили и убили большинство древних вампиров Англии. Но также и сожгли или конфисковали их имущество. Их культура была уничтожена всего за пару ночей. Расскажите мне об этом привлечь. Когда основатели Стражи Привина покинули Братство, они украли из его библиотеки драгоценные и уникальные документы. С их помощью они выявили и нашли своих жертв. Окей, привет-привет. Добро пожаловать. Вы знали, что Лидия Эшбери рисует, и притом довольно хорошо. Если честно, то да. До войны я был на выставке ее работ. Прекрасные пейзажи и... Потрясающие портреты. Жаль, что я ничего не купил. Предлагаю сходить на следующую выставку вместе. Блестящая мысль с Джонатаном. А вы знали, что когда-то она была моделью знаменитых художников? Правда, я так и не смогу видеть каких. Я скоро вернусь. Спасибо, Эдгар. Спасибо за ману. Теперь пойдем польем цветок. Наконец-таки польем. Надеюсь на это. Может быть, это произойдет. Да произойдет, произойдет. Мы нашли уже пресную воду. Это было непросто. Готово. Все. Готово. Готово. Как же мне улучшить-то вас? Не хватает. Видишь, одной части всего не хватает. Одной маленькой детальки. И вот, увы, нет. Зато крошечная есть. Крошечная позволит мне сделать оглушение уже на достаточно неплохой уровень. Это приятная новость. А также я бы, если честно, увеличил параметр этого самого оглушения до 36. Пусть будет. Чем больше оглушения, тем лучше. По-хорошему бы старую дубинку бы еще потом прокачать. Потому что, да, я понимаю 40 выносливости, но оно того стоит, если честно. Я бы пока вложил, может быть, вот это. И, наверное, даже вот это. А также вот так. И, вероятно, вот так. Потом бы вложил крошечную часть рукоятки. Для начала мы прокачаем данный агрегат, а потом уже прокачаем этот агрегат. Идеальный револьвер, правда, есть с оглушением на 15. А почему так мало? А потому что нужны заклепки, которых у меня не имеется. Буду ли играть в арк? Возможно. Он же бесплатно раздавался. Хотя он у меня давным-давно уже есть. И так не забесплатно. Полицию в точку пропустить не могу. Ну так и не пропускай. Я вот думаю, а нужны ли мне все-таки вот эти сыворотки? Много. 300 крови. Ладно, я думаю, не принципиально. Теневая завеса нужна ли мне? Потому что я ей, откровенно говоря, не пользуюсь. Для большинства врагов, но... Если, правда, для этих вампосов... Слушай, я на самом деле редко стал пользоваться этим. Надо чаще пользоваться невидимостью. Надо просто вспомнить, что она у меня есть. Признаю. Здесь нам нужен уровень 20. Я, если честно, ожидал, что именно это мы и прокачаем. Ошибка с моей стороны. Больше крови урона? Разумное решение. Больше выносливости? Безусловно. Для начала больше тогда вот здесь. Мы сразу стали 17 уровнем. И почти 18. Что не может не радовать. Далее. Здесь в чем соль? Здесь мы будем кровь получать за то, что противника будем... Да, это дополнительная кровь. Я думаю, это разумное решение. Дорого. Я понимаю. Зато эффективно. Больше крови пока не нужно. Здесь всего 5 единиц. И вот такое. Далее. Аутофагию вкачать. Чтобы больше исцелять. Здесь скорость восстановления здоровья увеличится. А здесь разовая. Мне скорее разовая нужна. Больше именно разового исцеления. Посмотрим. Я бы хотел выносливость. Вот выносливость это то, что мне действительно важно сейчас. Хотя бы на 1. И то приятно. На 15% стало больше. У меня есть 990. Это возможность вкачать что-нибудь на 600. К примеру, поглощаемую кровь. Что разумно? Разумно. И также что-нибудь еще. Что-нибудь еще за 300. Что-нибудь еще за 300. Пойдет. Хорошо. Наконец-то я поспал. И теперь, если не будет критической ошибки, то у нас будут заболевшие. Кто бы сомневался. Так. Здесь трое заболевших. По каким? Головная боль. Головная боль. Головная боль. Три головные боли. Принято. Здесь. Порядок. Здесь. Все выздоровели. Прекрасно. Состояние санированное. Ну, потому что все здоровые. Все-все-все здоровые. Здесь просто здоровые. Ну, немножко голова болит у троих. Представите. Здесь. До здорового поднялось. Однако. Неизвестная болезнь у Кларенса Кроссли. Чисто визуально выглядит как мигрень. Угу. Надо от мигрени еще сделать. Так. Три головной боли. Сейчас быстро сделаю. Вылечу. Головная боль. Раз. Два. Три. И от мигрени, пожалуй, еще одно. Там, вероятнее всего, мигрень. Но не факт. Может быть, что-нибудь новенькое. Например, невротическое заболевание. Двадцатый уровень. Всего лишь, ребят. Двадцатый. Это катастрофически мало. Это чудовищно мало. Это удивительно мало, я бы даже сказал. Хотя по сюжетке мы бежим достаточно неплохо. Вроде бы. Но, тем не менее. Здравствуй, милая моя. Ой, нет. Личные вопросы нет. Вы нуждаетесь моей помощи, мисс Хоуптон? А ты ничего не понимаешь? Смертный. Это проклятие. Непостижимое для ученых. Ну, а пока наука не признала своего поражения, примите этот скромный дар. Спасибо, доктор. Ваши усилия тщетны, но достойны уважения. Башка болит, мошка. Вот все в порядке с другом, сэрли? А он задает вопрос. Другой доктор Рид, я бы смутился. Но ваша помощь будет неоценима. Помогает друг другу, вполне естественно. Мы же коллеги. Большинство моих знакомых врачей слишком циничны. Goodbye. Goodbye. Так. Goodbye, да? Хорошая покупка. Хорошо покупать. Кто, 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 кто еще? Ну, кто, ну, кто еще? Вот. Доктор Типпетс. Good evening, доктор Типпетс. Есть хорошая помощь. Нужна ли вам помощь, врача, доктор? Нужна, но не волнуйтесь, я могу и сам о себе позаботиться. Не сомневаюсь, но вы все-таки больны. Прошу, примите это лекарство. Спасибо вам, доктор Рид. Если честно, у меня просто не было времени сделать. Надо ведь для себя. Goodbye. Ну да, заботиться о других, но не заботиться о себе. 25 опыта дают, боже. Не, на самом деле это правда кошмар. То есть мне сейчас нужны тысячи тысяч опыта, а мне такие. Нет. Нет. Я такой, а мне надо. Нет. Ну, мне же... Нет. Хотя я могу на самом деле понапропускать ночь. Как же тяжело качаться в игре невыносимо. На самом деле, ребят, есть один лайфхак по поводу растения. Говорили, что... Вот Альмина рассказывала, что нужно три дня поспать. Вот, давайте попробуем поспать три дня. Сумасшествие? Конечно. Но, тем не менее. Вампиры могут спать веками. Поэтому... Что такое для нас три дня? Причем мы же будем вставать и... Ой, не дай бог другие районы, правда. Не хочется. Ну, что поделать. Следующей ночью... Эти вылечились. Ага, новый появился. Порядок. Кто б сомневался. Слушайте, а можно я не пойду к вам? А можно я к вам не пойду? Ну, пожалуйста. Ну, серьезно, не хочу. Не хочу и не пойду. Я лучше посплю еще одну... Я попробую. Чисто ради эксперимента, ребят. Протестируем эту возможность. Потом пойдем всех лечить, конечно же. Я хочу просто еще одну ночь. Прождать. За каждое лечение мы получаем 25 единиц опыта. С одной стороны, надо радоваться. Ой, мы опыт получим. На самом деле, мы настолько мало получаем опыта, что эти 25 единиц... Ну, даже в таком количестве, ребят, это ни о чем. Сколько у нас здесь больных? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать... Вот ты не к месту заболела. Мне в этот район вообще не нужно. Двенадцать, четырнадцать. Да, если мы всех, например, вылечим, мы сколько заработаем? Можете сами посчитать, ребят. Очень и очень катастрофически мало. Да, заработаем опыта. Ну, прям чертовски мало. Опа! Он жив, он жив! Ему нужно имя. Я назову тебя... Лиса. Лиса. О, Лиза, Лиза. Я не помню слова этой песни, если честно. Так, изготавливаем переутомление. Его там достаточно много, прям действительно много. Что-то там простуда, по-моему. Раз, два, три. Вроде как четыре простуды, переутомления. Ну, пусть будет сколько-то нибудь. У меня в любом случае достаточное количество. начнем с лечения местных нужна ли вам помощь дать лекарство уже мы помогали понимаешь поэтому тут уже ничего удивительного так он конечно сыт и такой ха-ха привет док и продолжает самое главное уже развернувшись все даем лекарство потому что мы это тоже самое уже делали найти вторую часть завещания вашего отца гарри мне же тебя нужно лечить я не помню кого кого лечить а нет альберт по стоп гарри нет не тебя альберт палмер он дальше по улице ну-ка не мальчик ясно да 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 пожалуйста в последнее время я сильно устаю это мы ему уже давали положение в очепили улучшилось я готовому всему молодец какой до свидания молодой человек 25 опыта ух теперь сюда вот а тебя и лечил когда-нибудь справляешься тем не менее ты же конечно миссис пакса но я бы советовал вам продолжать том же духе пожалуйста примите это лекарство и вам станет лучше спасибо доктор рили это большое спасибо рили рили спасибо понял кто еще где много кто много ой наконец-то появилась я уж подумал он сидит с ним никак не работает обратите рано охотника мобилов мне еще не доводилось но я конечно с радостью вам помогу спасибо доктор рид ваша поддержка много для меня значит да пожалуйста пожалуйста конечно так медицинская помощь я не люблю просить о помощи но не хочу стать одним из тех кто потыкает на улице держи просить о помощи не стыдно особенно если она так вам нужна вот возьмите болезнь как рукой снимет спасибо пожалуйста о заклепки можно покупать они поскольку нам не выпадают пропам нужно ли да пожалуй да возможно они даже уникальные на всю игру возможно поэтому не будем торопиться лучше конечно нам тогда дубину взять да там больше оглушение будет пара о мужчина этот вот здесь оказывается рад что вдруг здравия это ненадолго зря я сюда вернулся за мной охотиться я точно знаю лучше вам быть здесь чем зараженной зоне кури убивает быстрее чем болезни доктор рид не знаете что происходит на члечке шона хэмптона говорят он продолжает помогать людям но я стараюсь обходить его на крышку там для меня небезопасно вас не беспокоит санитарные условия в лондоне если честно то нет я столько дней прятался от мокрых ботинок теперь когда тут такой хаос можно не забудут обо мне расскажите мне об этой части города в порту и стенда только один закон ока за ока и зуб за зуб банда так или иначе мне отомстит что вы можете сказать о местных знаменитостях многие говорят что шон хэмптон и том вот за хорошие люди что они пытаются все уладить но для меня тот самый главный был мой лучший друг джек гиллингем джек гиллингем говорится от джека все знают это был парень кремень человек скала он ничего не боялся поэтому и получил нож под ребро то что вы бежали в зараженную зону когда связано с вашим другом джеком расскажите в чем дело джек умер это все что вам нужно знать он умер по моей вине сколько насилия столько горя и все из-за того что я не вынес очередной насмешки последствия наших действий непредсказуемы вот чем мы должны для начала смириться можно лишь ли скрыгнуть и сделать как нам кажется лучше возможно вы правы этот район прогнил еще до того как я появился на свет но я все же думаю о том что джек умер из-за меня что с чего взяли когда я убил того бандита мокрые банди ботинки решили что это сделал джек а он друзья не сдает вот и не стал отрицать нужна вам помощь смерть от болезни или от пули предлагаете выбрать от пули у меня ничего нет но вот это поможет поправить вам здоровье странное у вас чувство юмора доктор рид но все равно спасибо смерть друга сильно повлияла на вас верно джек гиллингем был человеком что надо он верил что мы изменим мир если поднажмем все вместе вы правы он умеет чтобы спасти вас одно это позволяет понять каким он был человеком он был храплее всех и никто даже не смеет в открытую сказать что его убедите ублюдки ваш друг поступил смело если не безрассудно не стоило в одиночку бросать вызов такой бантиках мокрые ботинки как вы смеете вы даже не знакомы отродни а вы же не можете прятаться здесь всю жизнь что вы будете делать дальше если честно понятия не имею как мне жить когда от меня пострадало столько людей на этот вопрос можете ответить только вы но вот что я вам скажу раз вы обязаны жизнью джеку то живите так чтобы он мог гордиться и доктор лид вы говорите прям как джек спасибо вам за совет видимо вы все-таки тоже хороший человек но не человек конечно да и нехороший да и убью я тебя как-нибудь это уже будет совсем другая история так или и до